В общем, я думаю, что некоторые глаза знают этого человека, и он имеет, в принципе, прямое отношение к теме, о которой я сегодня буду говорить, а эта тема — это пакеты правок. То есть, если вы знаете об стритмебе, вы можете просто так изменить объект, какой-то не можете загрузить какие-то изменения, вам обязательно нужно сначала создать пакет правок с каким-то комментарием, возможно, там, с названием редактора, потом в него загрузить объект и закрыть пакет правок. Вот такой, в принципе, простой принцип. Вот. Эта штука была в АПИМе не всегда, она появилась только в апреле 2019 года, а это привязана через 30 лет после создания АПИМе. Вот. Она была в АПИМе 6. Что-то на АПИМе изменилось. Это появились эти характеры пользователей в данных. Раньше была адресация по имени, и поэтому можно было переименоваться и спрятаться вообще на всех. Начать же из чистой листа. Вот. Версия объектов, ну, просто, чтобы было правильный конфликт, например, правок. Вот. И, собственно, эти пакеты правок. То есть, до 2009 года все объекты виделись прямо напрямую. Вот. А в АПИМе 4 там еще можно было не логиниться, а загружать синонимы. Вот. Несмотря на то, что пакеты правок появились только в 2009 году, пакет с номером один, он сделал, собственно, чуть раньше. Вот. На 4 года, наверное, раньше, с Тимом Хорстом. Вот. Так что старые правки, по сути, тоже были объединены в пакетах, чтобы можно было собраться на телефон. Вот. Ну, и, соответственно, все правки находятся теперь в таких пакетах. Вот. На сегодня их примерно 39 миллионов. Вот. И в течение где-то недели, двух, мы перейдем в 40 миллионов пакетных правок. Вот. Вот. Ну, это число, в общем-то, ничего не значит. И почему я объясню в этом рассказе. Вот. Что на пакетах есть? И теперь все теги. Вот. Есть рекомендованный набор create-by редактор и comment с комментариями, какие-то правы. Вот. И, в принципе, можно ставить так же, как на лейте, все, что в голову придет. Ну, так же сейчас ставим там соус, источник права, там, imagery used с состинкой, которая в соусе есть и так далее. Вот. Пакеты открывают и пакеты, разумеется, закрывают. Вот. То есть нет такого, что вся операция может быть сделана одним запросом. В то же время открывает и заливает закрываем. Вот это три раза к запросу всегда. То есть все общение сервов по среднему с 2009 года превращается в набор запросов к серверу. Вот. Соответственно, разумеется, пакет можно забыть, закрыть. Тогда он скрывается, либо когда в него загрузят 50 тысяч объектов, либо через час после бездействия, либо через 24 часа после открытия. Вот. И самое интересное, что это не транзакция. То есть те же самые объекты в процессе загрузки пакета может поменять кто-то другой. То есть нет транзакционности работы с пакетными правами. Вот. И, собственно, из этого пункта, что это не транзакция, следует вообще много чего, в частности относительно бессмысленности этих пакетных прав. Вот. То есть, для примера, у пакетных прав нет никакого физического смысла. Вот. Это не единое изменение, и это не много изменений в то же время. Вот. То есть кто-то может пользоваться джосом, например, может два часа рисовать, и потом загрузить там пакет прав, например, тысяча объектов. Видят, что раз, и там 10-20 пакетных прав пришло по 2-3 объекта. Вот. Ну, это немного весит, но вы это, конечно, не забудете. Дальше. Пакет правок, разумеется, может подписаться на RSS пакетов правок отдельных людей. То есть, ну, что такое RSS, надеюсь, все знают. Ну, вот как, множество. Пописаться на мою ленту прав. Вот, например, кто-то может подписаться на мою ленту и смотреть там, когда и что я развиваю. При этом, как видно, здесь нет никакой информации про объект, а заставить все теги. И что мы получаем? Мы получаем, по сути, блок. Мы получаем, по сути, блок. То есть с заголовком и с продолжением текстовых тегов. То есть реально можно ввести какой-то блок, видящий сетов в OpenStreetMap, и никто с этим ничего не сможет сделать. Вот. То есть это даже круче, чем Twitter, потому что в Twitter ограничение 140 символов, а здесь каждый тег 200% есть. И тегом может быть бесконечное количество. Значит, если вы будете ввести блок в обычных сетах, то вы можете их править сразу. Опять же, в отличие от Twitter, здесь все для личных сетов, вы можете править свечение часто после загрузки. Вот. Дальше, в отличие от обычных объектов OpenStreetMap, чей-сетов нельзя удалить. Когда вы загрузили в базу, и там установился, и даже администраторы ничего не могут с этим сделать. То есть вы можете грязно убираться в чей-сетах, и администраторы будут установить и развиваться камерами. Вот. Это тоже ссылка. Она идет на полу-реквест Фредерика Рамы, одного из основных участников рабочей группы по данным. Вот. Где он пытается нанести правки, чтобы можно было какие-то чей-сетов просто скрывать, хотя бы. Вот. Там, например, грязно ругается. Вот. Но этот полу-реквест в два месяца так и не прошел, и, судя по всему, не пройдет. Вот. Так что то, что вы напишете, оно не вырубит потом. Вот. И не откатить — это уже следствие того, что чей-сеты не транзакционны. Вот. То есть, поскольку они, ну, в смысле, не атоматны. Вот. Если они атоматны, то во время загрузки там могут возникает странные взаимосвязи с другими чей-сетами, и поэтому, в общем случае, найти чей-сет нельзя. Вот. Это тоже всех внезапно озадачивает. Потому что, почему в Википедии можно там нажать на руку анду, и все отлично, а в интернете гранатурки нету, и почему-то уже один с половиной лет опыстритмепа А кто-то кроме написал. Универсальный. Вот. Разумеется, написал. Вот. Есть три способа откатить правку. О, спасибо. Сложка правка. Вот. Это изначальный способ скрипта на перерле. Просто запустить скрипт на перерле. То есть надо разобраться, нужно там прочитать документацию, чтобы эти классификают это ключ, нужно сменить с единицей на доль. Вот. Тогда ничто трогнуть. Вот. И они откатят от ничьи сет, но только если все хорошо и нет конфликтов. Второй способ – плакет взять жесткий регивертер. Кто пользовался плакетом регивертера? Через все. Мне кажется, что большинство, которые в части компонсума уже должны были, ну, там. Вот. Ну, он реально простой. Во-первых, он был Таймон Джоуссля. Вводишь, наверное, пакет вправо. И он был откат, который даже пытается как-то какую-то юристику принести в многих случаях. Но чаще всего в случаях юристика не помогает. И человек сталкивается с окном разрешения конфликтов в Джоуссля. Это так ужасно. Все, кто его видит, актурирует одно разрешение, как Риктор Джоусс. Я сочувствую. Вот. И третий способ, который я не знаю, написал скриптой на бетоне. Называется Sible Revert. И, собственно, так называется. Простой акад правок. Дарюшему, наверное, пакету правок. Он что-то там считает-считает. И говорит, все, отлично. Он всегда так говорит? И иногда и не говорит. Понятно, что поскольку фильм был простой акадчик, и сложный случай с геометрией он не будет. Но он пытается умно решать конфликты по Тейверу и по координатам точек. Так что, вполне вероятно, что там первые два не справятся. Со вселенной вверх может справиться. И поскольку это скриптой на бетоне, то у меня... Я начал написать вверх интерфейс, потому что там реально три поля, ноги через ваус, и можно скрипт бетонский запустить сервер сами. Чтобы людям было реально достаточно там. Ввести число на страницу где-нибудь. И не запускать никакие скрипты, не разбираться жестко и так далее. Это реально просто у меня за большие скрипты. Но рано или поздно я сделаю. На самом деле этот доклад я планирую немного перечитать и выдать на страницу ЗМР в сентябре. И к тому моменту я думаю, что я уже напишу. Или бетрофейс. Откачиваем правок, который очень сложный. И вот пример чинесетов на базе объясняем, почему просто так или прочитать не откатить. Здесь схематично два пакета правых. В первом создаются две точки. Во втором на них рисуется линия, которая зависит от двух точек. Но первый точек не закрыт. И в нем удаляется отношение, которое на линии, которая создана на живущей системе. И все. Ни один из этих чинесетов по отдельности вы откатить не сможете. Потому что если откатить цин-2, то у него есть отношение, которое зависит от линии. Если цин-1, то у него есть линия, которая зависит от точек. Вот. Ну, а так получилось. Вот. Вот, да. Я впервые прочитал про это в почтовой рассылке Talk. Так что, в принципе, все знают, как это сделать. Вот. Ну, когда я пытался найти это сообщение в рассылке, оказалось, что там была ссылка на plsbin, и она остарела. Поэтому, в принципе, теперь это единственный источник этого сохраненного знания. Вот. Ну, в общем, это как бы регистрация к тому, что через это поделить и откатить. Эти два чинесета, разумеется, можно накатить вместе. Но скрипты даркаты это имеют, реакторы не имеют. Мой симплод реакт, в принципе, умеется. Но… Там только две циферки уже надо вводить. Да. И если вести полную цифру одновременно, то скорее всего даже если можно откатить. Потому что в этих двух чинесетах только создаются объекты. Соответственно, он скрипт просто решит, дадить еще. Вот. Вот. Собственно, вторая часть. Зачем нам нужны вообще пакеты права? Мне нельзя никак не длить везде. Потому что они мне очень непонятны. Вот. Это страница статистики по правкам через наш СМИ. Когда мы запускали в марте наш редактор, понятно, что я не мог это отправить как бы без надзора. Вот. И по-быстрому сделал такую статистику. Вот. Первое, что могут заметить все опытные осмиря, то что пакеты права здесь, конечно, есть. Вот это число это есть. Вот. Вот. Но в марте сами, которые вверху, у нас, кстати, 100 тысяч было на выходных, вот. Они считаются непонятны права на отдельные. Но в СМИ умеет реактировать только точки объектов. Отдельные магазины, там, кафе, все такое. Ну, как на точках, так и на линии. Вот. Он умеет реактировать. И эти правки именно взаимно связаны. То есть их элементарно, наверное, разделить. То есть если человек загрузил пакет правок с двадцатью, там, правок, если в магазинах кафе, то нам нужно смотреть на этот пакет правок целиком. Мы смотрим по отдельности. Отдельный кафе. Отдельный магазин. Вот. И, по сути, мы… Нам при этом, так сказать, совершенно не важно, какой комментарий пакет правок он неслал пользователю. Например, мне нельзя вставить комментарий пакет правок. Он создается автоматически. Вот. Ну, это скорее там традиция, чем что-то полезное. То есть оказывается, что комментарий пакет правок тоже не важен, потому что часть от нас распадается на набор правок. Вот. И это оказывается довольно муту. Потому что тогда можно уже считать статистику. Не по пакетам правок, которые ни о чем не говорили. То есть, ну, что скажут, что вот если я зайду там четыре тысячи пакетов правок за время, часть этого посреда. Вот. Вы не знаете, это пакет правок из одного объекта или сорока тысяч. Вот. То есть, если я зайду четыре тысячи и, например, Фейли зайду четыре тысячи, то кто-то рисовал больше. Вот. Это тоже непонятно. Вот. А когда считаем по конкретным объектам, это уже можно как-то более предметно сравнить. И после этого возникает следующий вопрос. Можно ли подход применить к настоящей правкам, к большим хейссетам, которые занимают пользователи Opel Street Map? То есть можно ли разложить большие хейссеты на основные части? Вот. То есть, вот если Фейли, допустим, нарисовал очередной кусок Эндора на Красной площади. Вот. Вот. Можно ли то сколько правок в этом пакете правок? То есть будет ли это одна правка, нарисованный дом? Вот. Будет ли это три тысячи правок, нарисовал точку, нарисовал точку, нарисовал точку, нарисовал точку, нарисовал видео, просмотрим. Вот. Можно ли эти правки как-то объединить так, чтобы человек, который посмотрит на результаты объединения, поймёт, что произошло в других хейссетах? Можно ли Фейли объяснить, что это результат? Вот. То есть… Здесь как бы… Да. Здесь тема, она довольно сложна, потому что она касается… не только из декапазирования чесертов, но и описания чесертов. Сейчас в комментариях чесертов отданы пользователям навыку. То есть они при загрузке пакета правок должны сказать, что они сделали. Возможно ли это сделать в общем случае? Конечно, нет. Вот. Многие жалуются на то, что они не вводят в комментариях пакета правок, потому что им надоело. Потому что они, скажем, прислали тут, прислали там. И там Джоссу он не требует сохранения. Вот. А потом лучше это всё описать в одном предложении. Он порисовал. Отличный комментарий пакета правок, но он ещё не умеет. Вот. Поэтому многие скатываются к там фиксов или порисовал, или там рисовал дорог. Но это уже лучше, конечно. Вот. Вот. То есть комментарии... Ну, и это ещё больше, которые задумываются самым представителем, писателем комментарий. Говорит, что будет у тебя вообще даже без задумываться о том, что эти комментарии нужно писать, потому что они кому-то нужны. Ну, кому, в самом деле, они нужны. Вот. Соответственно, здесь ещё вопрос можно ли для описания генерироваться автоматически. То есть для пакетов правок, которые делают в МСМЕ, описания именно, что генерироваться автоматически, они довольно понятны. То есть там создал два кафе, изменил магазин и так далее. Вот. То есть они показывают количество и качество, что произошло в МСМЕ. И человек, который этот пакет правок вызвал в общей ленте, в этом блогике, перед твиттере, он представляет, что произошло, и ему не нужно открывать. Вот. Но за эти пакеты права придут 14 относительно джоусов, которые совершенно слишком ленивы, чтобы вводить какой-то текст, и человеку нужно понять, что нужно общение чесать. Он пикнет на чинь чесать, как я сегодня пикнул на чинь чесать, в котором один нехороший человек из рамы удалил гостлайн, а там полдавит тысячи правок, пять удалённых линий, двести удалённых точек, и они не знают, что вообще делать, чтобы здесь произошло. Хороший этот пакет в целом, и просто человек случайно заделал этот страйк в реакторе и реализировал. Вот. И как это понять? Для этого нужно какое-то автоматическое описание пакетов правок. Вот. Побытки такого описания были, но они сводятся, по сути, к количественному описанию в режимах. То есть так же, как в случае с МСИ. Один из мейнтоников правок, ну не мёртвый, как бы после пенпочт-лист, он просто пытался найти там все паи, которые им реализованы в пакете правок, и их перечислить. Ну и просто модем его присмотрел. Это он никак не описывает. Потому что в некоторых случаях, например, Фелис присылал indoor, и в описании будет написано, что он нарисовал 400 indoor комнат. Вот это более-менее понятно, что ты не нашел. Вот. А если человек там, он как-то удалил какие-то теги, забрал Induce, удалил набрал дороги, поменял какие-то теги, передвинул что-то, то автоматическое описание началось. Вот. И это реально сложно. А причем это сложно? Потому что пакеты правок не предназначены для открытия с конца. Потому что пакеты правок — это может означать все что угодно. это просто объединение несвязанных правок в один пакет для загрузки. Не в один пакет для того, чтобы другой человек посчитал его. Это просто, чтобы удобнее было загружать. Потому что, вот я говорил, что пакеты не автоматы, но в пакет правок можно загрузить данные как в одной транзакции. Сразу включена. Просто их можно встретить несколько раз. Вот. И, когда уже это одна большая пачка, то эта загрузка происходит промарно, и можно анализировать, не потерять никакие связи, там все такое. Ну, то есть все это слишком техническое, и пользователям климентаристу придет правок обычно не помогает, это не помогает их содержимому. Потому что пакеты правок смотреть, собственно, особо спросить нет. Вот. Мы, в лейтеном поту, подошли к теме мониторинга. То есть, кто эти пользователи, которые смотрят очень часто и хватаются заглушивающие порядки. Это те, кто пользуется мониторингом. У нас в OpenStreetMap несколько способов отслеживать изменения в своем районе. Вот. Это почивший OpenStreetMap бочист, это увидит, который, ну, по крайней мере, я постоянно использую, чтобы найти удаленные вещи. Вот. Ну, там вот вся свой район и смотреть на то, что изменило. То есть, время времени получать две дюжины уведомлений, что только пользовался электром ID и нажимал сохранить каждые пять минут. Вот. И, очаги, это не мониторинг per se, это просто средство просмотра изменений за определенный период. Еще есть те. Хорошо? Еще не включите. Кто? А, E-TOMAP. А, E-TOMAP. Да. Ну, это, E-TOMAP – это просто способ визуализировать изменения на последние… Можно написаться на ранее. Ну, да, можно написать на ранее. Ну, да. Там красиво. И, собственно, все эти… ну, худеет он работает, по сути, по точкам нынешних сетов. То есть он показывает, если вы нынешний сет, и дальше разбирается, как хотите. Чем вы делитесь сначально? А, он работает на движке One Pass, и он, по сути, не объединяет… ну, позволяет смотреть отдельные изменения объектов речи сетов. То есть, по сути, он близок к хорошему мониторингу, потому что позволяет посмотреть, какие конкретные дороги там были передвинуты, какие конкретные тентрии поменены. Вот. И все это с диаметром, и все довольно хорошо. Вот. Единственная большая проблема, что нет никакой интерфейс, и он слишком гибридно работает. Ну, невозможно за это пользоваться. Вот. Как они работают? Они, разумеется, не пинают архивов на сайтме на каждый запрос, потому что архивы – это ошибка. Вот. Они всегда на диффках. Вот. В паре слов, что это такое. На сайте OpenStreetMap, ну, в OpenStreetMap есть IP, через который можно получить данные. Вот. И у них есть квалификация. Вот. Это несколько талоков, которые каждую минуту, а также час и день, выкладывают свежие правки, что изменилось за одну минуту в OpenStreetMap. Вот. И, собственно, на мониторинг. Вот. Не подлог. Правильно подписывается. Здесь вот это для данных. Женсет – это для Женсетов. Вот. Подписывается и смотрит, собственно, что поменялось архивы из внутренней базы. Вот. Вот. Это очень хорошо, потому что при этом не нужно держать многогигабаритную базу подлинного OpenStreetMap. Можно выцеплять только те правки, которые интересны. То есть, скажем, худилит, который худилит, который худилит, смоет только на земле точек, и все остальное, и хранится в воде только точек. Из-за этого была какая-то небольшая база, которую можно поднять на небольшом сервере. У диффов, разумеется, тоже есть проблема, из-за которой наш миниторинг просто взятствует. Вот. Эта проблема в том, что OpenStreetMap очень дурацкая модель данных. Вот. То есть, те, кто знает, как выглядят нормальные там, simple features или что-нибудь такое, на модель данных все могут посмеяться, потому что работать с ней решительно невозможно для жесткой предоработки. Вот. В OpenStreetMap геометрия есть только на точках. В OpenStreetMap нет геометрии на линиях, нет геометрии на полигонах. То есть, все только на точках. Все остальное у них ссылается. При этом в файлах диффов, планеты, точки, линии, все остальное находится в состоянии новой геометрии друг от друга. Поэтому, чтобы как-то обрабатывать геометрию линий приходится держать огромный кэш на десятки гигабайт с координатами и с прочим. Просто, чтобы собрать эти линии, наконец, получить геометрию, понять, дорога, как она проходит, вообще, что изменилось. из-за этого мониторинг тех оказывается довольно бессмысленным, потому что, вы видите, что какой-то прямоугольник, четырехугольник переименовался. То есть, вы видите, что это здание, там здание магазин, и магазин поднял название. Но вы не знаете, где он находится. А чтобы знать, где он находится, вам нужно ввести внутреннюю базу точек, которые нужно загрузить в планеты, которые весят 50 гигабайт, и в них нужно раскопать эти точки, которые внутри линии, чтобы, наконец, понять, где это вообще произошло изменение. Поэтому мониторинг изменения линий почти что-либо нет. А если этот магазин удален, то вы, скорее всего, не знаете, что это был магазин. Вы просто видите, что линия с кем-то номером удалена. А что там было? Разумеется, была попытка это решить. Еще в 2009-го года, когда были насиливающиеся это, были доклады на конференциях Советского ЗММ про то, что неплохо их не могут расширить. Как у них добавить реформацию о реальной этой линии и о предыдущих версиях рейтеров, что рейтер все такое. Вот. И это, в очереди, было сделано несколько лет спустя. Так называемые как там, улучшенные тифы. Вот. Это, по сути, часть системы овермасса обмен. То есть это главная система для запросов к данным обмен. Они необразимы базу данных, по которой можно получать фрагменты карты необразим больших размеров, больше интересных, может скатывать по тегам, можно получать старые данные, то есть скачать данные, как они были два года назад. И эта же система одно время выдавала эти дополнительные диффы. То есть они как обычные, только у всех объектов была геометрия, у всех объектов был ограничивающий угольник для индустриарной обработки. Предыдущая версия — новая версия. То есть если какой-то магазин изменил тег, то вы будете знать, где он был раньше, что списал теперь. Все связи были явно. То есть если какая-то точка изменила координату, то вы будете знать, в какие линии она входила, допустим. И вы будете знать, что это не просто точка переделывалась, а это на самом деле изменилась геометрия перекрестка. И соответственно перекресток нужно перерисовывать. Вот это очень мощная штука. Понятно, что из-за мощности это была очень тяжелая штука, потому что если вы передвинули точку границы Российской Федерации, то выручили нам дифы, получая решение границы Российской Федерации. Она очень большая. То есть это несколько мегабайт, а то есть десятка мегабайт архива. То есть сотни мегабайт разрхивированных видов. Поэтому автор решил, что хранить дифы на сервере накладно и перевел их в онлайн. То есть теперь в зоопосаде можно подать начало и дать конца, получить изменения в сравнительстве с данным координатом. То есть вместо дифов по минутках, которые показывают, что изменилось за одну минуту, можно получить диф на любой интервал времени. И при этом не на всю планету, она можно получить только, например, на какую-то область, как по угольнику или по более сложным контурам. Ещё даже можно прикрывать его каким-то тегом, чтобы вы знаете, как изменилась только вещь, которая такими образовывалась. Это всё очень круто. Но есть проблема. Поскольку обычные дифы из OPS-трепмера, чем они хороши? Это просто набор файлов, которые лежат на данной TSM. Я вам почти показал. Соответственно, вы можете качать их, сколько угодно, сервер это практически не выгружает. Большая часть она вообще лежит в памяти, потому что, как только появляется на сервере новый диф, его сразу качают сто пятьсот серверов, которые на этих дифах висят. То есть веб-сервер им подходит время на хранение в памяти, и не выгружает ни диск сервера, только чуть-чуть канал выгружает, он так безгодный. То есть это просто качание файлов и очень просто. Эта штука перешла в API. То есть каждый раз, когда кто-то делает запрос на получение дополнительного дифа, начинает раскручивать весь API оверпасса, идет строить базу данных, делает какие-то сложные запросы. И для этих запросов она будет быстро, но для крыша применения она будет достаточно быстро. Потому что если она работает больше 1 секунды, то это тоже слишком долго. Потому что, если, наверное, на них сядут сто пятьсот серверсов, то он просто ляжет. То есть, по сути, дополнительный диф и сейчас не работают. Что же здесь делать? А, и еще маленький организм, их никто не поддерживает. То есть есть базы скриптов, которые преобразовывают дополнительный дифа в обычный диф. Но нельзя, скажем, иметь какую-то базу, базу туалетов, допустим. Которую обновлять дополнительными дифами, чтобы не иметь этих проблем с геометрией. Такого нет. Потому что, ну, у вас есть скрипы, там, возможно, все остальные инструменты, они не поддерживают просто этот формат. Вот, формат там управлялся довольно сильно. Спасибо большое. Вот, поэтому, собственно, Чеймер занимался все эти выходные и немножко доль. И сегодня, вместо того, чтобы готовить им это, я приставал на него другие дифы. Вот. То есть идея очень проста. Во-первых, у меня мало места на диске, я не умею работать с много гигабаритных, много сотен гигабаритных базовых даток. Поэтому идея проста, как можно минимальные средства улучшить дифы настолько, чтобы с ними работал гигиторинг там и вообще была какая-то полезная информация. По сути, все, что нужно, это хранить координаты точек и линии. То есть мы берем обычные дифы и начинаем их набрать информацией, которая может быть полезна клиенту. Вот. То есть все точки в линиях обзоруются координатами, то есть теперь можно понять, что это. В отношениях мы тоже специально добавляем геометрию, чтобы можно было понять, что отношения на диске к федерации здесь можно получить прямоугольник на содержание, например. Вот. Во всех точках, ну, во всех объектах добавляются ссылки на лазильство. Если вы передвинули перекресток, вы получите две ссылки на линии дорог и до перекрестка. Геометрию. Удаленные точки линии отношения, они пишутся без содержимых, только из дификатора. Вот. Мы добавляем геометрию, чтобы было понятно, где это вообще было утренено. Ну, для точек, как понятно, где это видно, например, уже непонятно. И сейчас на Росме два отдельных потока репликации. Это данные и это отдельный пакет управок. Соответственно, это, с одной стороны, показывает бессмысленность пакета управок, что, видимо, они особо никому не нужны. Но в них есть важная информация. Например, без них вы не узнаете, с помощью какого редактора была сделана какая-то правка. А чтобы это узнать, вот, либо как хунтидер тоже внутри, вам нужно делать запрос на API, скачивать чейсэнт, трех чейсэнта и смотреть, какой редактор. На этом угрожает сервер. Вот. В этих отношениях дирмов там просто, если пакет права, будет скопировано из репликации чейсэнтов, как раз сюда. Вот. Не нужно ничего скачать дополнительно. Вот. И, очевидно, если мы просим мониторинг, потому что теперь можно будет смотреть не только на измененные точки, у которых были координаты, но и на линии, у которых появились координаты, и даже на отношениях. Вот. То есть тот же сервис хутидер можно будет элементарно улучшить, чтобы он наконец-то также отслеживал, допустим, удаление и изменение линии. Вот. Ну и здесь я еще хотел немножко рассказать про откаженный центр, потому что, поскольку пакеты права смысла не имеют, поскольку вы не можете откатить часто один пакет, там нужно откатывать с транскопом, поскольку вы можете увидеть, что какой-то нехороший человек сделал что-то плохое четыре года назад, и с тех пор, понятно, что только нарисовали, что проще удалиться, чем разрешать конфликты после отката. Вот. То откат чейсэта в самом себе смысла не имеет. Никакой откатщик не должен работать по принципу «выбери чейсэта и я его откачу». Вот. Выбери группу чейсэта и прокачу. Ну, пользователь ID, там, унес 35 пакетов права, из них 14 хорошие. Пойди, найди какие из них 11 плохие. Вот. Это так быть не должно. Поэтому, по сути, примерно с той же идеей, что ушла в расширении ТИФа, вот. Я придумал, что, конечно же, идеально откатщикам нужно иметь доступ к основным базам по СРВ, чтобы вместе сказать. Вот. Но, в принципе, с небольшим слоем поверх, директором для отдельных объектов, можно сделать хороший интерфейс, который не зависит от пакетов права. вообще надо быть про пакеты, а выделять по региону, по человеку, по классу объектов и классу изменений. Вот. То есть, выделить объекты, откатить, как бы, или откатить компенсор. Вот. Ну, я это совершенно не продумал, но, в принципе, реально. А это не опасный откатчик? Потому что база все равно будет, скажем так, неактуальной на момент отката, и это может привести к тому, что будет новый change set, который, скажем так, сделает изменение поверх откатываемого change set, который мы только что отменили. А, ну, во-первых, чем он… Ну, все равно минутный будет дифф, правильно? Ну, во-первых, да, минутный дифф, и далее за течение 3 минуты сделать какие-то проектовки. А, если сделать… Нет, такое случается именно с заменом. Да. Вот. Он, разумеется, будет смотреть на версии объектов, то есть очень легко слить, было ли какое-то изменение, пока ты выбирал объект для отката. Потому что просто сервер будет конфликт правок и сделать решение. Вот. То есть ничего плохого ни один ревертор сделать не может, потому что результат отката – это точно такой change set, как бы, и для него. И этот change set точно так же можно откатить. На этом построены, собственно, вводы права в интернете. Что кто-то выбирает кусок правок, который нужно отменить, долго там выбирают кусочки текста, а то, что он откатил, можно нажать только «Анду» и вернуть так же, как было для него. Вот. И начинает с вами правка, а все просто нажимают «Анду-Анду» уже на одной правке. Вот. И результат отработка откатщика может быть при этом тоже самое. О-о-о. Да. Надеюсь, что я остался. Спасибо.